Всем привет! Я начинаю видео сегодня не зря на фоне своего автомобиля. Многие просили, хотели посмотреть обзор на Volvo XC90. Вот так выглядит мой автомобиль. Но я, к сожалению, до сих пор никак не дошел к этому. Не хватает времени сделать обзор на машину. Ну и по просьбе Игоря. Игорь это супруг Ирины. Канал называется Наша жизнь в Германии. Насколько я знаю, много наших подписчиков также подписаны на Ирину. Смотрят видео Ирины. Так что Ирина, Игорь, привет вам. Приехал сегодня на автохаус Volvo. Ford Volvo Jaguar Land Rover здесь у него. Hartman называется автохаус. Нужно посмотреть Volvo XC90 или XXC90, как по-английски говорят. Посмотреть себе местный, интересует человека. Ну и знать цену. Ну и на свой автомобиль, я надеюсь, в ближайшем будущем все-таки сделаю обзор. Многие просили, хотели посмотреть, как выглядит машина. Полный обзор на этот автомобиль. Посмотрите, какое небо тучное. Сейчас только дождь закончился. Я приехал сюда на автохаус. Дождь поливал, как из ведра. Думаю, пока сидел, пока в машине ждал. Пока закончился, нужно быстренько идти снимать. Здесь Ford'ы стоят. Вот эти, кстати, Kuga новые. Неплохо выглядят. Чем-то на Porsche Cayenne похоже-то. Передземой я свою Volvo купил. Думал вот такой вот Ford Edge покупать. Но сосед мой, друг мой сказал, что он пробовал на нем, пробу Ford делал. Прокатился на таком, что ему вообще не понравилось. Снаружи он выглядит намного лучше, чем чувствуешь себя внутри, когда едешь. Здесь стоят Ford'ы все, Jaguar, Range Rover. Идем смотреть Volvo XC90. То, что нас интересует сегодня. Что, ребят, прошелся. Я посмотрел здесь. Вольф XC90 достаточно много. Сейчас посмотрим, где какие из них семиместные. Уже пока шел дождь. Здесь все позакрывали до 12-ти. Не только работали, сегодня уехали. Поэтому я не смог взять эти ключи посмотреть. Колеса на 20-ть вот такое, черного цвета. Искрип, что она в штату. Ну, как я говорил уже, ключи. Не взял, поэтому не знаю, скольки на местные. По цене вот. Onyx Black Metallic. Кожа. Декабрь 2017 года. 53 тысячи пробег. 235 лошадиных сил. 40-литровый мотор. 2-литровый. Как у моей, мотор такой же. И вот 38 тысячи 450 цена. Черный. Кожаный салон. Здесь не видно внутри. Стекло не видно, да, да? Да, вот так видно. Там колеса лежат тоже. Сейчас она получается на летних. Там, судя по всему, логически подумать, должны быть зимой. Здесь тоже такая черная. Тоже с колесами запускным. Тоже черный кожаный салон. С такой коричневой. Как будто бы деревянной вставкой внутри. У меня эта вставка алюминиевая. Как будто бы так сделана под алюминием. 35 тысяч 950. Также оникс Black Metallic. Тоже 2017 года. Мотор такой же. 235 лошадей дизель. Но, судя по количеству мест, тоже не могу сказать. Сейчас до этого ходили, смотрели здесь. Есть еще варианты, в которых видно, что здесь как минимум 2 мы нашли. Через окно видно, что они себе местные. Это белая. Нет, просто так показываю, как вариант. Ice White. 2018 год. 49 тысяч пробег. 190 мотор. Ну, 190 мало. Машина весит 2 тонны. Плюс-минус. Поэтому, 190 лошадей даже не стоит рассматривать, мне кажется, для такого автомобиля. Вот. Вот это вот у нас. Семиместная. Коричневая. Такой цвет. Прикольный. Вот есть, тема, вот такая BMW была. Пятерка такого цвета. Прикольный тоже цвет. Сейчас покажем снаружи. Колеса здесь вот зимние, смотрите. Хорошая, хорошая резина еще. Практически новая, наверное. Судя по протектору, это Бридденштейн. Насколько колес? Тоже на 20. Да. 275-45-20. Это у штатов тоже description. Сзади кусочки такие. Д5 мотор. Это дальше уже тоже. 235 лошадей минимум. Внутри прикольно. Панель кожаная, да? Видно он. Прошитая нитками. Если кто-то... Также здесь вот панорама, да? У него есть, да? Крыша. Со стеклем. Если будут какие-то люди смотреть, профессионалы, то не обессудьте. Я от меня это любительский обзор. Не профессионал, да? Поэтому, если что-то говорю неправильно, то не обижайтесь. Так. Стоит она у нас... Так вот сначала. 17 мая 2017 года. Эрст Уласов, да? Кожа. Какой-то цвет. Твилинг. Твилинг. Твилинг бронзметаллик. Короче, бронзовый металлик какой-то. Судя по цвету. Но цвет прикольный. Километр. Вот пробег 113 тысяч. Мотор, как я говорил, 235. Четырехцилиндровый. Стоит 33 тысячи 450. Что-то против чего-то ничего не стоит. Здесь так же, как у меня сделано на панели в дверях, такие как алюминиевые вставки. Ну и здесь, не знаю, видно будет, да, вот видно разделяется. Что вот это с 2 посередине разделено. Это вот есть как раз шестое и седьмое место. Кстати, когда их раскладываешь, то в багажник тоже еще вполне себе нормально остается место в багажнике. На этих вот шестом-седьмом месте, если даже я сажусь, то у меня даже у самого как бы хватает места, да, что ноги не упираемся в соседнюю сиденью, в переднюю. Ну вот такой вот автомобиль. Как раз, Игорь, как тебе нужно. Семи местные. Цветы интересные. Колеса, не знаю, внутри колес нету, но если я с ними разговариваю, то может быть они и найдут за такую цену. Ну и по цене тоже можно, конечно же, говорить, договариваться. Вот так же на дверях есть, как это называется, система, когда без ключа ключи нужно закрывать, открывать машину. Вот такой вариант. Сейчас пойдем еще ко второй. Итак, во второй вариант семиместный. В черном цвете. Но это, а уж тот, он не такой, как у той, та получше, та инскрипшн. Это у нас моментум. Это как бы простой самый из них. Даже вот судя по глушакам, смотрите, вот такие. Так они выглядят здесь. Моментум, вот, к примеру, инскрипшн здесь рядом. Ну, они моментум-моментумы тоже все разные. Это не значит, что они все одинаково плохие или одинаково хорошие, смотря как для кого. Но они тоже различаются. Так же, как инскрипшн, они тоже не все одинаковые. Тоже у кого-то что-то больше, у кого-то чего-то меньше. По-разному. Но, вот это тоже семиместное. Здесь сейчас на ней летние резины стоит. Ну, как бы уже так, может, сезон еще хватит ездить на 19 диски. Оригинальный, вольвовский. Кожа. Оникс Black Metallic цвет. 15 марта 2017 года. 113 тысяч пробег, 235 лошадей. Мотор, как и вот, мощь по мощности, так же, как и у той. У бронзового металлика этого. Ну, и стоит 30 тысяч 850, да? Получается, 3000 дешевле. Тоже черный кожаный салон. Также вставка такая, она уже другая, чуть у меня как сеточка идет. На то и так же самое. Здесь такой вот, просто как алюминиевый цвет, как будто пластинка алюминиевая. Ну, внутри так, немного грязноватый, не знаю. Как ездил, ну, она по-любому, наверное, еще не подготовленных продаж. По-любому там почистят, помоют, поднатирут. Ну, вот так вот. Такой вариант тоже 7-местный. Здесь сразу шины стоят. Дахт-треггер. Чтобы крепить туда. Здесь вот по боку царапина вот здесь. Такая, сейчас не заметил. Это по-любому, можно, если повернуть. Они его берут, то по-любому. Такая, не такая серьезная. Ну, тот вариант, конечно, для меня, по-моему, на мой вкус намного лучше. 3000 всего лишь разницы в цене. Если заехать сюда еще когда-нибудь открыты, посмотреть. Может быть, какие-то из других автомобилей тоже есть. 7-местные. Так, 5-местные здесь тоже. Много. Вот тоже, когда свою покупал. Думал, вот такой Range Rover купить. Но. Снаружи прикольно. А как-то. Место в Вольве. Сзади, по крайней мере, больше точно. Ну и Вольво моя 7-местная. А этих 7-местных нет. И багажник, как бы, такой. Ну, да. Как бы, места хватает. Но Вольво больше, по крайней мере. И сзади. Вольво мне намного больше нравится, как это выглядит. Так что, вот такой вариант здесь, на этом автохау. Сейчас поедем на другой заедем. Посмотрим, какой там есть 7-местный. Вот это прикольный цвет выглядит. Красиво. Как уже говорил. Как Игорь еще 7-местный. С панорамой дахом. Сидения такие, как спортивные или полуспортивные. Когда передняя часть сидения выдвигается вперед. И все, например, так. Для удобства, можно так сказать. Ну, так, на этом автохаусе вот эти вот два варианта нашли, которые 7-местные. По-другим не скажешь. Через окно не видно, где. Поедем на другой автохаусе, заедем. Посмотрим, есть ли там у другого вообще что-нибудь. Ну, как вот этот вариант. Отличный. 33 тысячи. 450 стоит. Пробег 113 тысяч. Как бы, для дизельной машины 113 это немного. Только обкатку, можно сказать, прошла. А тем более, как говорят, Вольво качественно надежная машина. У многих знакомых есть Вольво. Сейчас тут подъехали немцы. Стояли, выбирали здесь. Смотрели тоже на старые, на свои не приехали. У них какого-то 90-х какого-то года. За все время, говорит, что-то там с турболадером у них проблема какая-то была. А так вообще ни разу никакие проблемы ни с мотором, ни с чем. Очень доволен его. Присматривает себе поновее Вольво. Ну, вот я на втором автохаусе. Хайнц плюс Маркс называется. Здесь 90-х нет. Зашел я к нему, спросил туда. Здесь мы вы сидим, беру. 9х90 нету, говорит, только х60. Ну и всякие седаны разные, там лучше. Вот это вот классная 60-ка тоже. Красиво. Также я зашел в интернет, посмотреть, какие есть автомобили в соседнем городе, в Мемингене, где мы покупали наш Вольво. Здесь вот первый вариант Вольво XC90, инскрипшн тоже, полный штатунг. Такой же мотор, 235 лошадей, 2017 год, 19 тысяч пробег. Ну, цена 63 990. Ну, конечно, машина практически не ездила. Ну, и здесь написано, что цена завышена, конечно, 63 990. И затем мы идут также вот в автохаусе, в котором мы покупали. Автохаус, Кекайзен, Мемингене. Новые автомобили. И у Форцоги. Те, кто живет в Германии, знают, о чем я сейчас говорю. Вот здесь машину новую заказываете. Ждете 4 месяца или 3 месяца. 4 месяца стоит. И вам привозят машину потом, через 4 месяца после вашего заказа, которого стоит 51 930, начальная цена. Ну, в зависимости от комплектующих, которые вы закажете. И так доходит цена здесь до 65 тысяч почти. Разные моторы, дизельный, бензиновый. Как душе угодно, как говорится. Ну, а так, в принципе, больше других вариантов. В недавно я тут задал радиус 10 километров в Мемингене 2016 года. Первый, у которого такие модели пошли более новые, современные, 7-местные. И вот это все варианты, что веду. Ну, вот проехал я по двум автохаусам у нас в Хемптоне. Как сами видели, там на том первом автохаусе много стоит 90-х. Но два варианта 7-местных точно я нашел. Другие неизвестно. Где-то колеса лежали сзади в багажнике, что нельзя было увидеть через окно. Ну, есть там сиденье дополнительное, которое раскладывается. Ну, спасибо всем за внимание. Если кому-то видео было полезным, интересным, не забудьте поставить лайк. Всего хорошего. Пишите свои комментарии, то, что думай. Если кому-то интересны какие-то модели, другие чего-нибудь. BMW, Audi, Mercedes. Пишите. Все еще посмотрю сниму. Всем всего хорошего. До новых встреч. Берегите себя. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok